Эти два продукта помогают в борьбе с раком, что нужно есть обязательно. Новое исследование показало, что жирная кислота в говядине и молочных продуктах повышает реакцию иммунных клеток на рак. О чем говорится в новом исследовании, сообщает РБК Украина, проект Эстейлер, со ссылкой на статью в журнале Nature. Ученым удалось выяснить, что трансфакционная жирная кислота, содержащаяся в молочных продуктах и мясе животных, которые пасутся на свободном выгуле, может повысить способность Т-клеток иммунной системы к борьбе с раком. Также она повышает эффективность иммунотерапии и ее можно использовать в качестве пищевой добавки в дополнение к лечению онкологических заболеваний. Исследователи Чикагского университета собрали библиотеку питательных веществ в крови и проверили ее содержание на предмет веществ, которые влияют на развитие рака и его реакции на лечение. В библиотеке было 255 биоактивных молекул, которые производятся из питательных веществ в продуктах питания. Ученые проверили, как все эти вещества влияют на противоопухолевую активность, активируя эффекторные CD8-плюс-Т клетки иммунной системы. И оказалось, что трансвакциновая кислота, ТВА, очень эффективна, это натуральная трансжирная кислота, которая поступает в основном из мясного жира жвачных животных, таких как коровы и овцы. А также она содержится в молочных продуктах, таких как молоко и масло. Организм не может производить собственное ТВА и только 20% этих жиров разбивается на другие побочные продукты, а 80% циркулируют в крови, проводя различные эксперименты на грызунах. Исследователи обнаружили, что кормление животных пищей, обогащенной ТВА, значительно снижает потенциал роста опухоли меланомы и раковых клеток толстой кишки по сравнению с животными из контрольной группы. Диета с этой жировой кислотой привела к увеличению популяции Т-клеток в лимфоцитах, инфильтрующих опухоль. Они распознают раковые клетки как аномальные и проникают в микросреду опухоли, чтобы убить их. Диета с ТВА снизила истощение Т-клеток в опухолях и повысила клеточную функцию. При этом такая диета не повлияла на популяцию и функцию CD8 плюс Т-клеток у мышей без опухолей. Что может говорить о влиянии ТВА на Т-клетки в зависимости от генерации иммунного ответа? Ранее мы писали о том, какие 7 правил в повседневной жизни снизят риск развития всех видов рака. А еще писали о том, какая зимняя ошибка может спровоцировать развитие рака.